Алена Иванова одна из тех, кого обвинили в нарушении правил благоустройства. Девушка успела наклеить около 50 объявлений. Мы расклеивали на досках, раздавали. Несколько наклеек, не эти, наклейки. Я наклеила не на столбы, а на бумажки, которые наклеены на столбы. Только на бумажки. То есть столб был уже изначально испорчен бумажкой, я клеила на него наклейки. Милиционеры задержали троицу во время работы. Нарушители клеили объявления на фонарный столб. У них изъяли около 300 листовок, рассказал Виталий Сороковой. Листовки расклеивались в запрещенных местах, которые определены законом. Это столбы и так далее. В настоящее время по этому факту в Рожжевском районе милиции проводится проверка. Клеить объявления на территории Донецка можно лишь в специально отведенных местах. Информационные стенды расположены и на центральных улицах, и во дворах жилых домов, рассказали в управлении благоустройства. Бороться с нарушителями помогают рейды и современная техника. Регулярно создаются рабочие группы, которые выезжают на место, которые фиксируют факты расклейки объявлений на объектах благоустройства с помощью фотографий, видеосъемки. И, соответственно, передаются эти документы все на админкомиссию, где уже непосредственно проходит заседание рабочей группы и привлекаются к ответственности. Нарушителям, которых задержали на этой неделе, грозит штраф в полторы тысячи гривен каждому. Возможное привлечение к общественным работам. С наказанием определяться после проведения проверки рассказали в милиции. Когда ее планируют закончить, не сообщили. Ростислав Сысов, Игорь Тарасевич, Панорама.